То, что касается России, у нее есть совершенно определенные взгляды сейчас. Россия выстраивает сейчас ось, она такая и политика экономическая, и геополитическая. Это юг-север. Это вот эта та самая ось, которая проходит через Южный Кавказ, которая должна была в свое время проходить через Армению. Сейчас, судя по всему, она будет проходить через Азербайджан. В данной ситуации Россия решает свои геополитические, так сказать, задачи. Какие? Противостояние созданию Великого Турана, вот этого соединения. И то, что касается Зангизурского коридора и всего, оно, так сказать, не потому, что сейчас не воспринимается Россия в должной мере и уделяется внимания именно этому. Не потому, что это в интересах Армении или потому, что это хотят защитить интересы Армении, а потому, что Россия не хочет, чтобы был вот такой прямой выход из Анкара, Стамбул, Баку и дальше на Среднюю Азию. Россия думает об этом. Турция при помощи англичан и американцев создает ось с запад-восток. Как только Турция создает Туранский коридор в Среднюю Азию, с запада присоединится и Америка, и Англия. Вот это Россия этого хочет избежать. И она выстраивает свою ось с север-юг. На этом пути, если будет и Армения, будет ли она другом или она будет врагом, это решать Армении сейчас. Но в данной ситуации вопрос Армении, армянский вопрос, он для России второстепенен. Это я пытаюсь на протяжении многих передач донести до вашего сведения и до вашего внимания. Хорошо, продолжит Давид Степанян, пожалуйста. Я хотел бы отреагировать. Слушая господина Ордуханяна, создается впечатление, что в некоторых вопросах он, мягко говоря, не сведущий. Особенно всего того, что касается Армении и Нагорного Карабаха. Хотя, что касается российской политики, при великой радости я должен с ним согласиться. Это так, в принципе. Теперь, что касается Армении. Во-первых, никакой сентябрьской агрессии против Нагорного Карабаха не было. Агрессия была против республики Армения. В ходе этой агрессии, это было 13 сентября 2020 года, мы потеряли около 200 человек убитыми. Мы официально обратились к ОДКБ. Получили отказ. У нас есть договор от 1997 года, согласно которому Россия обязана была в этом случае вмешаться. И встать на защиту наших интересов. Бои шли почти два дня, и в результате были остановлены благодаря вмешательству госсекретаря США Блинкина, который лично позвонил Алиеву, и благодаря вмешательству Ирана на несколько другом уровне. Действия наших героических военных, я об этом даже не хочу говорить. Это раз. Во-вторых, Россия действительно не является большим союзником Армении, чем сама Армения. Я согласен с этим. Но, я считаю, я глубоко убежден, что в силу известных событий, в силу известных интересов, о которых говорил господин Ордуханян, Россия назначила Армению своим врагом. Именно назначила. Армения делала все до последнего времени. Обращалась в ОДКБ, обращалась к России. Пашинян ездил в Москву. Подписывал три трехсторонних заявления с Путиным и Алиевым. В Сочи, в Москве, в Петербурге. Мы сделали все, чтобы бумажка от 9 ноября была выполнена. И Армения единственная из трех подписантов, которая выполнила все свои обязательства, которая вывела все войска с территории Нагорного Карабаха, которая сейчас оккупирована Азербайджаном. И в ответ не получила даже возвращения своих военнопленных из Баку. Я подчеркиваю, согласно бумажке, под которой стоит подпись в качестве гаранта президента Российской Федерации Владимира Путина. Это два. Три. Действительно, российские интересы уже давно не совпадают с интересами Армении. Я должен с этим согласиться. Я сам постоянно это говорю. Но, помилуйте, очень странно, что Россия противодействует великому Турану, воссоединению Азербайджана, Турции и Центральной Азии, вынуждая Армению открыть Зангизурский коридор. А Россия вынуждает это делать. И я об этом знаю прекрасно. Я об этом очень хорошо осведомлен. Армения всеми силами противодействует этой программе, частью которого является Россия. И здесь очень странная ситуация. Это парадокс. Уважаемый оппонент говорит про север-юг. Очень хорошо. Но как во все это укладывается Зангизурский коридор, который является неразрывной частью этого самого Турана, и который свяжет Турцию с Азербайджаном и дальше с Центральной Азией? России нужна очередная бомба в своем подбрюшье? Или вам мало Украины и Нагорного Карабаха? То есть я, насколько понимаю, в России сейчас даже наплевательски относятся к тому, что завтра может взорваться Центральная Азия? Очень странная логика. Я не вижу во всем этом никакой логики. Да, я согласен, что действительно Россия действует в рамках этой логики. Но я не вижу здесь не то что армянского интереса. Бог с ним, господи. Я уже понимаю, что Москве давно плевать на нас. Это другой вопрос. Я это понимаю. Я это давно знаю. Но неужели России плевать на собственные интересы? Неужели России плевать на то, что завтра будет взорвана Центральная Азия? Или завтра вы тоже будете обвинять в этом проклятый госдеп? И будете забывать о собственных шагах, когда вы сдали единственного союзника в регионе? И теперь хотите прорубить коридор на Центральную Азию? Я просто поражаюсь. Отсутствие логики. Полной логики. Я очень уважаю своего собеседника, раз я пришел сюда. Но помилуйте, здесь нету ноль логики. Прошу. Пожалуйста, Рафаэль. Я с вами абсолютно согласен. В том, что вы сейчас сказали, никакой логики нет. Я не знаю, это может быть сложности перевода или понимания. Откуда вы вдруг неожиданно решили, что Россия, и уж тем более я, вербализировал якобы создание и поощрение создания Зангизурского коридора. Я не знаю, где вы это взяли. Прослушайте, пожалуйста, эту запись и скажите. Я говорю о том, что как раз Россия противостоит этому созданию. Противостоит этому созданию. А не поощряет, как вы говорите. Поэтому, пожалуйста, не надо, так сказать, ложную информацию вводить и на основании этой ложной информации выстраивать какую-то концепцию. И потом еще возмущаться и говорить, что вы это не понимаете. В том, что вы сказали, действительно нет никакой логики и никакого понимания.